Ну, частенько я вижу всякие мотивационные видео в интернете, и друзья мои это все смотрят и делятся этим. И, видимо, им действительно не хватает мотивации жить и как-то чувствовать себя комфортно. Я посмотрел несколько мотивационных видео, да, они как бы вдохновляют, но это все ненадолго, да. И скорее просто я восхищаюсь этими людьми, которые это говорят, но на меня это мало действует и не производит такого впечатления. Главная идея всех этих видео мотивационных это то, что все зависит от меня. Я считаю, что эта идея очень вредная, и на самом деле от нас мало что зависит. Ну, например, посмотрите, строим не мы, лечим не мы, самолеты и там автобусы вводим не мы, на работу принимаем не мы, законы принимаем не мы, плату там за всякие услуги взымаем не мы, решения, которые касаются в том числе нас самих, очень часто принимаем не мы, а правительство, депутаты там, да, ну, какие-то левые люди, которых мы даже не знаем, мы имен-то можем их даже не знать. Тем не менее. Вот маленький исторический пример. Вот был такой человек, Михаил Васильевич Ломоносов, очень, ну, одаренный мальчик из глухой архангельской губернии. Если бы не был принят закон в то время, когда вот Михаил Ломоносов жил, вот если бы не был принят закон, позволяющий этим крестьянским детям учиться, то у Михаила Ломоносова не было бы никаких шансов стать тем, кем он стал. И он бы был, ну, там, оставался бы, скорее всего, таким вот смышленым деревенским мальчиком, а потом мужичком, да. Очень многое зависит от политиков, от политики. И политика действительно может способствовать расцвету государства и каждого в отдельности гражданина, а может способствовать упадку государства и деградации граждан. И вот пример Ломоносова, по-моему, очень такой красноречивый. Разумеется, кое-что зависит и от нас самих, да. А я сейчас к этому вернусь. Еще один пример. Вот завод, который отравляет атмосферу, а мы потом дышим. От нас что-то зависит, предприятия, которые отравляют воду, которую мы пьем. Что от нас зависит? С нами кто-то считается, наше мнение кто-то спрашивает? Нет. Чаще всего нет. Мои очень многие знакомые эстонцы, ну, недовольны властью эстонской. И даже обижены на нее. Но они могут что-то изменить? Нет, не могут. Они этнические эстонцы. Живут довольно-таки скромно, бедно и находятся в депрессии. Вот. И ничего поменять они не могут, к сожалению. Но кое-что действительно от нас зависит. Что зависит от нас? Я думаю, от нас зависит наше отношение, наш пример и наш выбор. Ну, я даже в этом сомневаюсь, да, поскольку полагаю, что действительно личность, ее характер определяется социумом. То есть люди такие, какие, какой социум. И дети вырастут такими, какие взрослые его окружают. И понятно, что там где-нибудь, ну, в Африке не может родиться там, скажем, человек, ну, вот, который бы, который был похож на гражданина Голландии. И по, скажем, там, своему уровню правосознания и так далее. То есть образование играет огромную роль. И... А оно везде разное тоже. И это государственная политика. Там есть страны, где вот это критическое мышление приветствуется. Допустим, Бельгия. И вот я общался с бельгийцами, выпустил свою книжку про Антверпен. И очень умные люди, критически мыслящие, они говорят, что да, мы кусаем вот руку, которая нас кормит. И эта позиция, это отношение гражданина к власти, да, ну, рука кормит. Она же кормит не из своего кармана, да, это же понятно, что это бюджетные деньги, которые вот в данном случае выделяются там на один театр сатиры. Дезвард и комедия. Вот. Так что не все, не все, далеко не все от нас зависит. Потом очень часто мы просто несем вот эти родительские сценарии в себе. Я очень часто задаюсь вопросом, а что во мне-то от меня? Потому что я чувствую, что я продукт общества. Я продукт семейного воспитания и так далее. И мне очень хочется быть другим, например. Я открыт другим культурам. Я очень люблю разные культуры. Я бы хотел за одну свою жизнь, скажем, прожить, ну, я не знаю, 10 жизней других, да, представителей других обществ. Мне это очень интересно. По-моему, во мне умер этнограф, этнолог. Ну, может, и не умер еще. По крайней мере, я собираюсь посетить все те страны, где я еще не был. И пожить немножко там и прикоснуться к различным культурам. Ну, вот, так кое-что все-таки от нас зависит, я думаю. И вот это понимание приходит с момента осознания себя как независимой личности, как отдельной личности, даже, может быть, противостоящей окружению личности, когда мы начинаем что-то понимать о себе, да, когда мы начинаем, ну, немножко разбираться в жизни, в том, что происходит, и кто мы, и кто люди там, которые нас окружают, когда у нас появляются идеалы и так далее. Когда мы понимаем, что нужно быть самим примером, и нужно, в общем, все, что мы можем, это поступать так, как мы хотели бы, чтобы поступали другие. Вот. И это единственное, по-моему, что нам доступно. Во всем остальном мы удивительно зависимы от других, от общества, от социума, от климата, от всяких там даже колебаний настроения. Собственного же, да, или там каких-то окружающих нас людей и так далее, и тому подобное. Человек, в принципе, я согласен с тем, что это мыслящий тростник. Это в лучшем случае, если он мыслящий. Вот. Обычно это просто такой камыш или там бамбук. Вот. Но, тем не менее, какая-то свобода воли и какая-то свобода выбора все-таки есть. И, кстати говоря, вот эта свобода, она еще связана со способностью мыслить, да. И на самом деле, чего люди больше всего боятся? Люди больше всего боятся своих собственных мыслей. С этого все начинается. А потом, а потом уже они начинают бояться окружающий мир. Вот тут в интернете, я в фейсбуке, да, постоянно одна и та же реклама идет про Эстонию. Love it or live it. Знаете, ну, я ничего тупее не встречал. Вот такая пропаганда, как бы, любви к Эстонии, О, это что-то с чем-то, конечно. А на самом деле, либо люби, либо уезжай отсюда, да. Но там третьего не дано. Но это же совершенно идиотский подход, неконструктивный и опасный. Потому что это, и это способ, конечно, манипуляции сознанием. Я не знаю, кто запускает эту, такую рекламу, да. Но это делают люди нехорошие. Это делают люди нечестные. Это делают люди несправедливые. Вот, потому что так к человеку нельзя относиться. Любовь, любовь, уважение, хорошее отношение надо заслужить. И это касается любого из нас, и это касается государства, в том числе чиновников, там, депутатов, министров и так далее, и тому подобное. Доверие надо заслуживать. Это самый ценный капитал. Это доверие. Поэтому им очень мало кто обладает. Знаете, вот, кстати, о капитале немножко скажу, пару слов. Среди моих учителей были гении. Очень умные, очень умные люди. И я вот у некоторых из них был в гостях. Я видел, как они живут. Они жили очень скромно. Ну, жили в прошедшем времени, говорю, потому что уже некоторых нет с нами. К огромному, огромному огорчению моему. И как бы на их место-то не пришли люди пока еще. Может, и придут. Но у меня это, конечно, тоже пустота образовалась. И им много не нужно было. Им нужны были книги. Ну, им нужны были условия для того, чтобы заниматься наукой и двигать ее. Это были очень скромные люди, которые скромно одевались, скромно питались, скромно себя вели. Я что-то среди политиков и эстонских, и, само собой, российских не замечаю таких людей скромных. Но в основном это напыщенность, да, это понты. Это здесь, в Эстонии, где я сейчас живу, это, ну, наиболее так все это об этом говорится. И я об этом думаю, да, по этой причине. Потому что я отчасти в этом информационном поле нахожусь. И премьер-министры, которые летают на частных самолетах, да, и вот эти зарплаты, эти льготы на проезд. Понимаете, какой-то и абсолютный, как бы, ну, вот этот инфантилизм, да. Какая-то, какое-то тупоумие. Ведь ничего интересного невозможно услышать. И никаких вот поступков в интересах целого, да, вот общества, они совершают. Вот, в принципе, в Эстонии назрела интеллектуальная революция. Назрела изменения. Изменения. Вот я знаю, что люди хотят перемен. Но это все так происходит здесь, немножко коряво, да. И вот это уродливое явление там консервативной партии Эстонии или там партия народного единства. Вот, вместо чего-то позитивного, ну, вот, появляются такие, как бы, уродливые партии. Они явно расистские, явно националистические, вот, без каких-то внятных программ, там, ценностей, да, общечеловеческих и так далее. Они какие-то, вот, фобские, да, исламофобские, там, русофобские, мигрантофобские, афрофобские. Но вот это все, что можно сказать об этих партиях. И таков протест. Я предложил альтернативу эстонскому обществу. Действительно, альтернативу, алоцентристскую партию. И пока я один, пока эта партия не нашла поддержки и сторонников, она не слишком освещается в средствах массовой информации и так далее. Ну, ясно, что это дело не одного дня, да, пока люди как-то что-то вот осознают и так далее. Но, 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 но вместе с тем, вот, в чем мой оптимизм? Я, видимо, пессимист все-таки. Я считаю, что жизнь это трагедия. И что человеческая природа не меняется. И, в общем, и целом, как-то я не в восторге от людей, да. Вот, ну, так же, как и, в принципе, каждый из нас. Но, само, вот тот факт, что, в принципе, есть такие люди, у которых в головах такие светлые идеи, это уже, в принципе, в этом уже какой-то есть оптимизм. И в этом есть уже какая-то радость своя. И в том, что есть такие люди, которые не мыслят, как все, которые, ну, где-то, может быть, идеалисты, да. А меня, кстати говоря, упрекают в том, что вот я там, ну, что все это как бы утопии, да. Но ведь, посмотрите, многое из того, что сейчас мы принимаем как, ну, данность, как должное, как естественное, нормальное, когда-то считалось утопией. Уж я про полет в космос не говорю, да. Но даже какие-то такие вещи, как, там, радио, телефон, телевизор, там, и так далее. Вот. И даже основание какого-то нового государства, это все считалось утопией. Какой-то фантастикой. Вот, я все-таки верю в какое-то поступательное движение. Я понимаю, что все очень сложно. И сложно менять. Сложно себя менять. Сложно менять общество. Сложно менять систему. Но перемены, они назрели, да. И выбор-то на самом деле такой. Либо медленное самоубийство, которому сейчас ведут, ведет эстонское правительство. Ну, понятно, что, в принципе, механизмы у всех одинаковые, да. Вот эти управления. И это все можно легко перенести на какие-то другие страны, как, там, Россия или еще какие-то, да. Вот. И либо, либо действительно что-то будет меняться, либо действительно на смену к этим алчным людям и необучаемым, недалеким, в общем-то, придут люди бескорыстные. Придут люди с другим ощущением и пониманием жизни. И я согласен с тем, что власть портит человека. Я согласен с этим. И действительно, я не очень верю там, ну, оппозиции, допустим, да. Ну, про эстонскую я вообще молчу. Это все взговоры здесь, на мой взгляд. Я сейчас про российскую, да. Но ведь действительно есть уникальные примеры. Допустим, вот это бывший президент Уругвая Хосе Мухьяка. И вот этот человек, который, ну, тяжелую жизнь прошел. Который, в общем, вот сидел в тюрьме довольно-таки долго, да. И вот он стал президентом. И какие он совершал замечательные поступки, да. Его эти акулы политические западные прозвали там самым бедным президентом в мире. Но, тем не менее, возможно, и такие феномены, и такие люди возникли. Во власти. Вот. Так что... И есть и другие примеры. Сейчас не будем вдаваться в подробности. Вот. Так что, в принципе, перемены возможны. Это самое главное. Примеры этому есть. И, в принципе, я стараюсь им способствовать. Этим переменам. Вот. Спорьте со мной, друзья мои. Критикуйте. Возражайте. Ну, в вежливой форме. И давайте менять жизнь к лучшему. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...